Друзья, привет! Воскресный Оролаз новостей мы приготовили сегодня для вас. Культура, спорт, наука и все самое интересное, что произошло в мире. Максимально кратко и максимально интересно. Вперед! Let's go! Vamos! Alga! Популярная американская модель Кайли Дженнер побила рекорд по количеству подписчиков в Инстаграм среди представительниц прекрасного пола. Раньше лидерство принадлежало ее сестре Ким Кардашьян, но теперь она занимает вторую позицию женского рейтинга. Основательница собственного косметического бренда Кайли Косметикс на сегодняшний день является обладательницей более 301 миллиона подписчиков в социальной сети. Знаменитостью вступает только легендарному футболисту Криштиану Роналду. На лучшего бомбардира в истории футбола в Инстаграм подписано более 390 миллионов людей. Жизнью светской львицы Кардашьян интересуются свыше 279 миллионов пользователей сети. Ранее, какой-то период времени, первенство по числу подписчиков в соцсетях сохраняло за певицей Ариана Гранде. На начало 2019 года на нее было подписано свыше 146,5 миллионов владельцев инстаграм-аккаунта. До Арианы первое место удерживала актриса и певица Селена Гомес. Недавно я так радовался, что в нашем инстаграм уже 10 тысяч друзей, а оказывается, наш инстаграм это песчинка на берегу океана. Но, кстати, друзья, если вы подпишетесь на него, то сможете там наблюдать за нашими похождениями. Мы как-то еще на канале Эхо Петербурга рассказывали вам про прекрасную юную певицу Диану Анкудинову с просто невероятными вокальными данными. Тогда она блистала на шоу «Ты супер!». И еще тогда мы говорили, что ее ждет большое будущее. Так вот, несколько дней назад, похоже, что ее будущее постепенно начало приходить. На ее канале появилось выступление с песней «Я Россия и тебя зову» на концерте в Кремлевском дворце к 300-летию прокуратуры России. И надо отметить, что она повзрослела, что, видно, времени зря не теряла и работала над своим уникальным голосом. Так что, друзья, как мы расстраивались раньше, что у нас совсем нет молодых талантов. Точнее, они есть, но никак не могут пробиться на эстраду. И вот появление Дианы на большом концерте – это очень хороший знак. Желаем молодой звездочке продолжать в том же духе. Лента.ру опубликовала список самых ожидаемых музыкальных премьер 2022 года. К своему стыду я понял, что я не в курсе про большинство артистов и группы списка. Но хотя отметил, что несколько есть интересных анонсов. И мне захотелось ими с вами поделиться. Например, легендарная группа Scorpions выпустит свой 19-й альбом после 7-летнего перерыва. Альбом Rock Believer выйдет 22 февраля 2022 года. И этот релиз состоится благодаря пандемии. Дело в том, что из-за карантина участники группы оказались все вместе в родном Ганновере и не придумали ничего другого, как запереться в студии и записать альбом. Мы записывали его всей группой, вживую, в одной комнате, как мы это делали в 80-е, отметил вокалист Клаус Майне. Еще интереснее то, что Аташки, кроме альбома, планируют отправиться в мировое турне, начать которое планируют с Америки. Еще одни восставшие легенды хард-рока Guns N' Roses 25 февраля 2022 года обещают опубликовать первый релиз оригинального состава за 28 лет. И, конечно, есть в списке и много других артистов. Если интересно, можете тоже посмотреть. А вот эти два релиза мне показались действительно интересными. Не знаю, что последнее время случилось с рокерами, но видно, что энтузиазма у них хоть отбавляй. Ну и, конечно, прекрасные новости от Димаша. Для нас это уже традиция. Дело в том, что появилось объявление о том, что Димаш сам лично будет присутствовать первые две недели после открытия шоу-ресторана DQ в Дубае. А это значит, что март в Дубае можно смело назвать месяцем Dears, ведь с 15 по 31 марта город наполнится поклонниками народного артиста мира, которые приедут и на его концерт, и для того, чтобы посетить ресторан. И также, друзья, сегодня все Dears отмечают праздник, годовщину выхода концерта Димаша, Dimash Digital Show, который прошел онлайн в прошлом году и произвел невероятный эффект, что организаторам даже пришлось пойти навстречу тем, кто хотел пересмотреть этот концерт несколько раз. И Анна Баянская, режиссер концерта, теперь и клипов Димаша опубликовала в Инстаграм моменты, которые остались за кадром. И я обратил внимание, что запись такого концерта – работа посерьезнее, чем проведение обычного живого мероприятия. Я догадывался, что такой концерт сделать непросто, но теперь я уверен, что все полторы сотни человек, которые работали над ним, подустали не на шутку, но зато создали настоящий шедевр. Кстати, я бы сейчас этот концерт пересмотрел бы еще раз, с большим удовольствием. И, между прочим, многие сейчас могут это сделать. Песни с концерта опубликованы на YouTube Димаша. Так что, думаю, этим и займусь сразу после этого выпуска. Друзья, у меня на этом все. Кстати, с большим удовольствием приглашаю вас сегодня на прямой эфир, который пройдет на нашем канале Эхо Питера. Накопилось много вопросов. Потом я знаю, что не все могли увидеть стрим с аэропорта Пулкова, который я умудрился удалить сразу после того, как он закончился. Так что сегодня буду ждать вас на Эхо Питера. Посидим, пообщаемся. Будет круто. В общем, до встречи. See you soon. Скоро увидимся.